В Кыргызстане стартовала первая международная конференция верблюдоводства в Центральной Азии «Историческое наследие и перспективы». Мероприятие проходит в госрезиденции Алла Арча под председательством генерального секретаря международной организации верблюдоводства доктора Мубарака Аль Суалим и первого вице-президента организации Асхата Акибаева. Это остается актуальным, поскольку, несмотря на то, что кыргызский народ кочевой, в стране насчитывается всего около 250 голов верблюда. Подробнее расскажет Айзада Орунбаева. Верблюд – первая ассоциация с кочевым народом, и, безусловно, это животное играет немалую роль в жизни каждого кочевника. Однако со временем кочевье остается лишь данным, которое досталось нам от предков. Чтобы сохранить схожие культуры и традиции, была создана международная организация верблюдоводства. Сегодня в Бишкеке состоялась первая конференция организации. И не случайно проведение мероприятий началось именно в Кыргызстане. Проходит именно в Кыргызстане. Так как одним из инициаторов организации этой международной конференции, как раз явились мы, кыргызстанцы, и наша организация. Тем более, при успешном проведении проекта «Вселенная кочевников» нам предоставили возможность быть в этой организации. Я являюсь первым вице-президентом международной организации АйКО. И то, что она в Кыргызстане проходит, это символично, потому что все-таки инициатива Кыргызстана. И объединив страны в Центральную Азию, мы решили выйти с общим предложением развития верблюдоводства в мире. Кстати, о развитии верблюдоводства. К сожалению, несмотря на то, что кыргызский народ кочевой, в стране насчитывается всего около 250 голов верблюда. И все же в современном мире верблюд остается весьма эффективным способом животноводства. Мы горный кочевой народ, с одной стороны, с другой стороны. Мы у нас в основном, когда чабаны переезжают, они могли бы в высоких горах, они перекочевали, как привлекли верблюд на транспорт, грузовой транспорт для кочевки. И самое главное – это спорт. И игры кочевников как раз показали, что надо развить эту отрасль верблюдоводства. Я думаю, сегодняшнее мероприятие пойдет в пользу для нашего Кыргызстана и в дальнейшем будет развивать поголовье верблюдов. В работе конференции принимают участие представители правительства, профильных госорганов стран Центральной Азии, фермерских хозяйств и общественных организаций. Всего прибыли гости из 14 стран мира, в том числе Королевство Саудовской Аравии, России, Узбекистана, Индии и другие. К слову, один из важных гостей – это генеральный секретарь организации. Мы очень рады находиться в нашей второй братской стране Кыргызстан, в городе Бишкек. Стоит отметить, что это большой прорыв. Первая международная конференция со времен учреждения организации. И от имени шейха Фахада Ибн Фитлина, который является президентом организации, приветствую всех присутствующих. Кыргызстан и Израиль объединял многие континенты. И поэтому шейхам Фахадам было принято решение провести первую международную конференцию именно здесь, в Центре Азии, в Бишкеке. Спасибо большое вам за теплый прием и организацию мероприятия на высшем уровне. Конференция будет проходить два дня в форме доклада-презентации об истории, состоянии и перспективах развития верблюдоводства, организационно-методического семинар-тренинга и мастер-классов. Более того, теперь в планах развивать верблюдоводство в Кыргызстане. По итогам конференции планируется учредить Центрально-Азиатскую организацию верблюдоводства.